Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, кто со мной давно, помните, я черенковала пахистахис, сажала в мох. Ну и для новичков, если вы не знаете, что такое пахистахис, посмотрите в интернете. Даже у меня в плейлистах есть пахистахис. Это очень красивый цветок. Цветет колосками желтыми и из этих желтых колосков вылазят белые такие цветочки, похожие на львиный зев. Вставлять я не умею, могу только рекомендовать посмотреть где-то. Либо у меня где-то, либо где-то. Но в чем прикол? Вот он растет прекрасно, шикарно, минимум ухода, стоит у меня на восточном окне, любит полив. Но когда он зацветает, цветет он долго. Он у меня цвел, наверное, все лето. Цветет шикарно. Но потом, когда отцветает, он начинает сбрасывать нижние листья, а верхние дает росточки с мелкими листочками. В общем, израстается, так скажем. И его надо каждый год как бы черенковать. В прошлом году у меня черенок не получился, загнил. И росло старое растение, снизу лысое, сверху с листьями, но все же цвело. И вот в этом году я уже сделала два черенка маленьких, посадила в мох. А в прошлом году я в перлит сажала. В перлитке у меня почему-то не получилось. И посадила в мох, накрыла пищевой пленкой, сделала дырку. И вот сегодня глянула, а он уже поднимает эту пленку. Давайте посмотрим, что там вместе с вами. И может быть, даже его сегодня и посадим. Что у него там с корнями? Так-то, в принципе, смотрите, зелененький он был, представьте себе, даже не загнился. Даже он какие-то листочки дал и мох. Растет, да? Ну что, вытаскиваем? Что, два сразу смогла вытянуть? Ну да, хоп, развалились. Давайте с маленького начнем. Давай, как куклу. Вон, смотрите, какой малепусенький отросток. Так, так я не пойму, это мох я отрываю или корень? Тут же надо аккуратненько. Нет, корень, смотрите. Ничего не видно, да? Не, видно, во. А, вот так вот, сделала тень. Видно. Хороший корешочек. Я уже думаю, надо его посадить в грунт, чтобы корешок не перерос. Но, опять же, в тепличку. Так, смотрим второй. Второй у нас черенок побольше. Слушайте, он так зацепился за мох. Хорошая штука мох. Отцепляйся. Сам отцепляйся. Так, так, так. Ну, давай. О. У них прям тут любовь не расцепишь. Ну. Да отцепляйся ж ты. Он прям аж накрутился. Ой, да смотрите, какой он длинный. Не, сейчас я отключу и отверчу его. Он очень длинный корешок. Вот, смотрите. Этот тоже хороший. Ну, дай бог, теперь мне его не загубить. И у этого корня, смотрите. И корешок пошел, пошел, пошел. Посмотрите, какой длинный корешок. Дай бог. Вот. Вот аж где он заканчивается. Представляете? Длиннечий. Ну что? Посажу-ка я их в стаканчики. Причем этот, наверное, в маленький, как рюмочку. А этот в обычный. Вот этих вот. 200 граммочек. И посажу в питательный грунт, но опять в тепличку, чтобы как бы не испортился, боюсь. А в тепличке, я думаю, он будет себя хорошо чувствовать. Вот так вот. Сейчас грунт приготовлю, покажу. Так, приготовила два стаканчика. Сделала там дырки. Вот по бокам отрезаю ножничками. Прозрачно, ничего не видно. А тут может видно. А, вон видно, если присмотреться. Вон, видите дырки? Так сбоку отрезаю. Так, это для маленького цветочка, это для большого цветочка. Поставлю я это все вот в такой пластиковый горшок. Он без дренажных отверстий. И накрою пленкой. На дно я насыплю вместо дренажа циолит. Ну, купила, надо же куда-то использовать. И замешала вот такой грунт. Грунт здесь садовый, кубанский. Плюс песок, плюс осмокот, плюс чуть-чуть. Ой, кого чуть-чуть? Подождите, сейчас вспомню. Тьфу, блин. Тайолы-палы. Ну, блатная это, блатной грунт, постоянно им пользуюсь. Пришлось отключиться на секунду. Лечу запон и чуть-чуть перлита. Вот что-то мне кажется, что перлита можно добавить больше. Вот сейчас я, наверное, перлита больше добавлю. Вот я добавила перлита. И попал сюда чуть-чуть циолит. Как он туда попал? Вот я на дно насыпала. Вот так вот потрусила. Вот он туда попал. Ой, чтобы не завалить. Так, вот я маленький уже посадила. Ставлю вот сюда. Почему вот сюда? Потому что буду поливать, чтобы эту тряпку мою намоленную не замочить. Почему намолена? Потому что я уже года три на ней делаю все посадки. Все. Теперь такой же фокус я проделываю с другим цветком. Вот посажены оба цветочка. Поливаем отстоянной водой. Только отстоянной. Цветок завалился. Сейчас я его поправлю. Вот тут тоже, знаете, какое правило? Если у вас листовой, поливаем сразу. Если кактус, ну там ли сансевьерия, в общем, кактус и суккуленты поливаются попозже. Сейчас водичка прольется. Я его обратно вот так вот аккуратненько ставлю. Вот так приминаю. Пока он зацепится там своими корешками. Кстати, здесь землю по краю я тоже это примяла. Так, одной рукой неудобно. И сейчас у вас... И сейчас вы побываете на... Как же это сказать-то? Быстро хотела сказать и опять запыр мыслей. На публичной казни. О, ждите. Поставила два горшочка в этот прозрачный горшок. Накрыла пленкой, сделала маленькую дырочку. Кто-то не делает дырочки, кто-то по-другому. Я делаю. Не знаю, мне так как-то получается. Но я листочек, видите, половиночку обрезала, чтобы он не касался пленки. Пусть пока так. Чтобы не подпирал пленку. Ну, как говорится, дай бог. Потому что, я же говорю, в прошлом году у меня не получилось. Ну, дай бог в этом году получится. Ну, а теперь обещанная казнь. Представляете, сижу тихо, мирно, делаю съемки. Никого не трогаю. Смотрю вот так вот на пол. Ползет падла. Я даже не буду извиняться за мой французский. Потому что это падла, и я ее называю падлой. Смотрите. Ах ты, сучандра! Она уже наверх аж залезла. Сука так. Ой, ну это совсем французский. Да? Прямо, как это называется, французский. Что у них там за столица? Парижский. Вот смотрите, тварь какая живая. Вот у нас сегодня 18 января. Плюс 16. Ребята, они у нас не спят. Они у нас круглый год, сука, на чеку. Бодрствуют, падлы. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Ну, сейчас я и сделаю. Вот так, накрываем. И нещадно так вот. Сука, сдохни, тварь. О, вот так. Ни минуты сожаления. Аж вот так покручу, чтобы ты... Ой, глянь, аж суки выпустила. Аж противно собой стало. Ничего, нещадно. И вот, понимаете, мы ждем мороза. Мы ждем снега. Чтобы земля хоть чуть-чуть промерзла. Чтобы деревья хоть чуть-чуть промерзли. Чтобы сдохли вот эти все козебошки. А они у нас, сука, живут. А потом вы приезжаете к нам на юг. И говорите, почему у вас дорогие фрукты? Да потому что половина урожая, да даже больше половины урожая, жирают эти падлы. Ореха, фундука, мы уже несколько лет не видим. Но они жрут все подряд. Вот получается, что у нас, если кто-то что-то сумел сохранить, чтобы летом продать и хоть как-то заработать в сезон. Ху! Высказалась. Вот теперь на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Я это точно знаю. Потому что по-другому быть не может.